Привет! Если вы собрались в автопутешествия по Норвегии, но времени у вас не так и много, а также вы сомневаетесь с чего начать, но увидеть точно хочется все и сразу, то не стоит переживать. В этом видео мы предложим вам оптимальный 7-дневный маршрут, чтобы вы смогли увидеть и собрать 10 самых важных и ярких впечатлений, которые может подарить Норвегия. И первый день начинается с города Лом. Тут расположена одна из самых больших деревянных каркасных церквей. В Норвегии было построено более 1500 ставширки, но на сегодняшний день их осталось всего 28. История таких церквей уходит во времена викингов. Мы считаем, что прогуляться около такой церкви действительно яркое впечатление. Кстати, древняя древесина сохранилась так хорошо, так как ее периодически пропитывают смоляными растворами, чтобы законсервировать. Живописная трасса Согневхелет является туристической дорогой Норвегии и находится на территории горного массива Йотунхайна, который зачастую называют крышей Норвегии. Длина дороги 108 километров и проходит она через самый высокий перевал в Северной Европе. Наивысшая точка дороги 1434 метра. Тут вы точно получите яркое впечатление от горных перевалов Норвегии. И будьте готовы к тому, что по пути вы будете много останавливаться, чтобы полюбоваться видами на долины, горы и ледники. Согневхьорд, вдоль которого наш путь идет на второй день является самым длинным фьордом Норвегии. Его длина аж 204 километра. Он также является и самым глубоким фьордом Норвегии. Тут вы точно получите яркое впечатление о норвежских фьордах, узких и извилистых морских заливах со скалистыми берегами, глубоко врезающимися в сушу. Ледник Боябрейн является одним из самых доступных и зрелищных, ведь его видно даже с дороги номер 5. Тут удобная широкая парковка, а прогулка до ледника не займет более 5 минут. Но виды однозначно порадуют глаз. Отличное место, чтобы получить впечатление о ледниках и совершить небольшую прогулку. Ледниковое озеро Люватнет окружено могучими горами и ледниками. Именно оно является мечтой многих туристов, которых привлекает сюда его цвет, очень бирюзовый и насыщенный. Уверены, он понравится и вам, и вы точно получите яркое впечатление о голубых норвежских озерах, а также сделаете множество чудесных фотографий на память. Обязательно посетите и старую ферму Брэнгсеттер на его берегу. Здесь находятся те самые открыточные норвежские домики с травяными крышами. Это очень уютное место для прогулки. Третий день начнем бодро, с похода к ледникам. Бедаусбрейн или Шэндаусбрейн, на ваш выбор. Лично нам больше нравится Бедаусбрейн. Для норвежцев поход в горы, единение с природой и уход от цивилизации – это важная часть жизни. Так что на тропе вы точно получите яркое впечатление от хайкинга по норвежской природе. Оба похода несложные и подойдут на любой уровень подготовки. Тропы хорошо отмечены и вы точно не заблудитесь, но все же не забудьте взять с собой воду и удобную обувь. Четвертый день посвятим старой Штрунской дороге. Ее длина 27 километров и соорудили дорогу аж в 1894 году. Поднимаясь вверх из долины вы увидите, как вдоль дороги грохочет бурная река с множеством водопадов, самые живописные из которых и А на самом краю скалы, с которой он срывается вниз, расположена смотровая площадка и вы точно получите яркое впечатление о норвежских водопадах, любуюсь его сине-зелеными водами максимально близко. Путешествуя по старой Штрунской дороге вы также увидите голубые озера, ледники и бурные реки, ведь не зря дорога носит гордое название туристической дороги Норвегии. День пятый стоит посвятить Герангерфьорду, наверное самому известному фьорду Норвегии и мира, ведь именно здесь высокие и совершенно отвесные скалы встречаются с морем. Длина фьорда 15 километров и лучше всего знакомиться с ним с воды. Есть различные варианты, как это сделать, о них мы написали в статье на нашем сайте. Но чтобы вы не выбрали тур на каике или круиз на пароме, мы уверены, вы получите яркое впечатление от сказочных пейзажей, высоких гор, с вершин которых с грохотом срываются могучие и всем известные водопады, семь сестер и фата невесты, а на отвесных склонах расположились маленькие фирмы. Старайтесь оказаться в Герангере как можно раньше, тогда у вас будет больше альтернатив морского путешествия. Ну и если у вас останутся силы и время в этот день, еще можно посетить смотровые площадки вокруг Герангера. Далсниба, находится она на высоте 1476 метров и именно отсюда можно полюбоваться самым высоким в Европе видом на фьорд с дороги. Въезд на нее платный и она открыта не круглый год, так что проверяйте часы работы. Кресло королевы находится на спуске в Герангер, то есть по пути. Именно эту панораму вы сразу узнаете, ведь это и есть самый популярный вид на фьорд. Орносвинге – это смотровая площадка, через которую течет водопад и находится она на выезде из Герангера. Остановка не отнимет много времени, но со смотровой площадки открывается чудесный вид на известный водопад Семь Сестер, на фьорд и на город. На шестой день прокатимся по серпантину Тролстиген. Это, наверное, одна из самых известных и узнаваемых дорог Норвегии. Туристы со всех стран мечтают прокатиться по ней, но одновременно и опасаются встречи с крутым и узким горным серпантином. Но мы специально составляли маршрут так, чтобы на вашем пути за шесть дней уже встречались серпантины, так что вы не должны бояться и точно насладитесь моментом, получив яркое впечатление о норвежских серпантинах. Тролстиген состоит из 11 крутых поворотов, а уклон дороги в некоторых местах достигает 9%. Дорогу окружают величественные и ответственные, вершины, а вдоль всех витков грохочет водопад. Не спешите сразу спускаться вниз, а прогуляйтесь наверху по тропе и смотровым площадкам и сделайте чудесные фотографии на память. Также в этот день мы рекомендуем прокатиться по ущелью Румсдален и посетить стену троллей. Это место однозначно заслуживает внимания. Здесь царит особая норвежская атмосфера, которую создают отвесные горы и зеленая бурная река Раума. Также именно тут расположена культовая достопримечательность – стена троллей. Перепад высот стены от дна долины до вершины 1700 метров. Высота вертикального участка составляет порядка 1000 метров, что делает его самым большим в Европе. У подножья есть широкая и удобная парковка, а также столики для пикников. Рекомендуем взять с собой что-то перекусить. На седьмой день вашего путешествия мы рекомендуем посетить смотровую площадку Рампы Стрекинг. Она находится над обрывом на высоте 537 метров. Это фантастический опыт и однозначно яркое впечатление, так как это супер популярное у туристов место с прекрасным видом в любое время года. И вот тут важно взвесить свои силы, так как у вас есть варианты как туда добраться. Пеший тур стартует от начальной точки в центре города Ондлснес. Вверх идет тропа с постоянным подъемом до смотровой площадки Рампы Стрекинг. Поход классифицируется как умеренный, однако последний этап довольно крутой. Также с 2021 года появилась альтернатива пешему походу и теперь вы можете подняться на гору Несаксла на Румсдал с Гондолом и потом спуститься к Рампы Стрекинг по тропе. Этот путь займет гораздо меньше времени и соответственно потребует меньших усилий. А также сверху к Рампы Стрекинг большая часть тропы состоит из каменных ступеней. Конечно в пути вы увидите гораздо больше, чем мы описали и показали в видео, но маршрут так специально и составлен, чтобы вы посетили культовые места и именно на них получили самое яркое впечатление, собрав под конец путешествия всю десятку всего за 7 дней. Кстати, по пути от Герангера к Тройстиген вам встретится паромная переправа, которую никак не объехать. И наше видео о том, что нужно знать о паромах в Норвегии, однозначно окажется полезным. А вообще, подписывайтесь на наш канал и давайте путешествовать и узнавать новое вместе. До новых встреч!